Цегломинская библиотека номер 16 подготовила презентацию «Королевство кривых зеркал» к 110-летию со дня рождения замечательного писателя Виталия Георгиевича Губарева. Виталий Георгиевич Губарев родился 17 марта 1912 года в Ростове-на-Дону учительской семье. Его мать была дочерью священника, так что независимо от происхождения отца, Виталию и его семье приходилось скрывать свое происхождение. Бабушка будущего детского писателя была начальницей школы на соседнем хуторе «Большая Козинка». Там и прошло его детство. Первый рассказ Виталия о дружбе в пионерском лагере городских и деревенских ребят был опубликован в ростовском журнале «Горн», когда мальчику было всего 14. Но ничто еще не предвещало, что писательство станет его профессией. Его журналистская жизнь началась с выпуска школьных стенгазет и рукописных журналов. В 16 лет он был принят в Российскую ассоциацию пролетарских писателей. После окончания высших курсов журналистики и литературного института имени Горького он становится главным редактором газеты «Пионерская правда». В Москве Губарев встретился с Юлией Лефтери, студенткой МГП имени Ленина, с которой был знаком еще со школы. В 1936 году они заключили официальный брак. В этом браке родилась их дочь Валерия. Губарев много ездит по стране, встречается с детьми, и это помогает ему при написании книг. Как писатель-фантаст Виталий Губарев дебютировал в 1951 году повестью-сказкой «Королевство кривых зеркал». Губарев взялся за героиню, которую почти не представлял никто, девочку, которая может не только смотреть и удивляться, но и противостоять злодеям и спасать людей от смерти. Прообразом для персонажа стала его дочка Валерия. Через год им была создана одноименная пьеса, а в 1963 году экранизировал эту сказку Роу. Фильм «Королевство кривых зеркал» смотрится до сих пор и пользуется большой популярностью. Истинной находкой писателя стали зеркальные слова. Имена героев – Ело, Гурт, Абаш. Все поколения детей пользуются этим шифром, секретничая и играя знакомыми словами. К столетию Александра Роу Почта России выпустила праздничный конверт с фотографией режиссера и кадром из фильма «Королевство кривых зеркал». Жанр данного произведения – повесть-сказка – кажется мне довольно увлекательным и интересным. В нем объединились особенности такого серьезного жанра, как повесть и всеми любимой сказки. Хочу вам рассказать о девочке Оле, которая вдруг увидела себя со стороны. Увидела так, как можно увидеть не себя, а совсем другую девочку, скажем, сестру или подругу. Таким образом, она довольно долго наблюдала саму себя. И это помогло ей избавиться от недостатков, которых она раньше в себе не замечала. И знаете, что самое главное в этой истории? Оля убедилась, что даже, казалось бы, маленькие недостатки в характере могут стать серьезным препятствием на пути к цели. Она попала в одну сказочную страну, где ей пришлось пережить много опасных приключений, подобных тем, о которых она читала в старых сказках. И вот однажды девочка Оля совершила путешествие в сказочную страну и увидела там... Впрочем, я лучше расскажу все по порядку. Главной героине сказки Королевство кривых зеркал – две девочки. Которые учатся в пятом классе. Одну из них зовут Оля, а другую – Ело. Они познакомились при довольно необычных обстоятельствах. У девочки Оли был весьма вздорный характер. Она не всегда слушалась родителей и бабушку. Ссорилась с подругами в школе и часто делала, что хотела. Однажды бабушка сказала, «Эх, внученька, внученька, если бы ты могла посмотреть на себя со стороны». Ее пожелание в один момент осуществилось. Оля стояла перед зеркалом в прихожей. Зеркало вдруг ожило и заговорило с девочкой. Узнав, что Оля сама хочет посмотреть на себя со стороны, оно пропустило ее в зазеркалье, где Оля и столкнулась со своим отражением – девочкой по имени Ело. Когда Оля оказалась по ту сторону зеркала, все ее лучшие качества остались при ней. А вот отрицательные черты ее характера сконцентрировались в Ело, которая всего боялась, не любила рано вставать и разбрасывала свои вещи. У Оли появилась реальная возможность посмотреть на свои отрицательные черты характера со стороны. В Королевстве Кривых Зеркал многое было возможно, и обе девочки решили отправиться в сказочный город, нарисованный на странице в книге, которую не обе читали. Королевство, в которое попали девочки, оказалось довольно странным. Королевство Кривых Зеркал – сказочное королевство зазеркалья. Именно жители королевства – это зеркальные отражения имен нарицательных. Основная политика королевства – изготовление Кривых Зеркал, в которых уродливые кажутся красивыми, а красивые – уродливыми. Молодые кажутся старыми, а старые – молодыми. Голодные, изможденные, выглядят цветущими и упитанными, а толстые и сытые кажутся стройными и худощавыми. Такое положение дел как нельзя лучше устраивает злых, лживых богачей, захвативших власть. Им выгодно, чтобы все остальное население страны видело реальность в искаженном виде. Единственное прямое зеркало в королевстве только у короля. Недовольные такой политикой, слуги, рабы, беднота, мечтают о смене политического строя. Юный зеркальщик Гурт, наоборот, друг, оказывается делать кривые зеркала и разбивает уже готовые, за что его приговаривают к смертной казни, в ожидании которой он заточен в страшную башню смерти. Страной правит король Тапсет VII, и хотя власть принадлежит его предкам уже много поколений, на самом деле от лица короля страной управляют представители самых богатых и влиятельных семей. Это наиглавнейший министр Абаш, наоборот, жаба, и главнейший министр Нушрок, Коршун. Оба они, как и дочь Нушрока, красавица, а не дак, наоборот, гадина, предпочли бы царствовать самолично. Девочки становятся свидетелями ареста зеркальщика Гурда. Оля решила бороться с неправедливостью и освободить мальчика, которого должны были казнить за то, что он разбил кривое зеркало. Для этого им надо завладеть королевским ключом, символом королевской власти. Ключ существует в двух экземплярах, один у короля, другой у наиглавнейшего министра Абажа. В критической ситуации Оля становится более ответственной и требовательной к себе. Зато Эло воплощает все ее недостатки, рассеянность, лень, чрезмерную любовь к сладкому, неаккуратность, боязливость. Проникнув во дворец с помощью кухарки тетушки Аскал, Ласка. Девочки, переодевшись в костюме пажи и выдав себя за мальчиков, похищают ключ. Угнав королевскую карету, они едут выручать Гурда. Но возле башни смерти Ело обнаруживает, что ключ пропал. Если хотите узнать, что было дальше, какие приключения произошли с Олей и Ело, приходите в библиотеку, возьмите книгу Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал» и прочитайте ее. Эта книга читается на одном дыхании. Автор пишет простым и доступным для детей языком. Особое место в рассказе занимает описание тех мест, в которых оказываются девочки. Автор использует всевозможные средства выразительности для усиления эмоциональности произведения. Поэтому при чтении в голове сразу возникает картина этого места, так как Губарев описывает все до мельчайших подробностей. Спасибо за внимание! Великобритания! Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!